Аллилуйя, 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 Аллилуйя Павел Шелкович, здравствуйте, да, здравствуйте, брат, слава Богу, слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся Приветствую всех вас с Кривого Рога, да я вчера, вчера как раз уже сутки здесь в Кривом Роге И как раз в это время, ну в 6.10, 6.15, 6.10 по расписанию, но пришел поезд чуть попозже, 6.15, 6.20 где-то Вот, я уже прибыл в Кривой Рог, вчера в это же самое время я еще в поезде ехал, вот, последние уже минуты И сделал трансляцию, включение такое сделал на пару минут, вот, но сегодня утром уже я имею возможность Такое сделать трансляцию уже полноценную, полнокровную такую, да, сегодня пятница, 29-е у нас число, 29-е марта, 2019 год Вот, сегодня совершим хлебопреломление, у меня есть на квартире, есть вот здесь лаваш армянский, спасибо Вот, братья и сестры позаботились здесь, вот, у меня есть лаваш, у меня здесь сок, пусть даже не виноградный, но яблочный, гранатовый Ну, вот сок, я как раз использую сок для причастия, вот, и для шабата у меня здесь хватит Вот, я, значит, сегодня утром в этом хлебопреломлении, в этом причастии, в Харистии буду говорить о Новом Завете И буду продолжать говорить о Новом Завете вечером, даст Бог, сегодня, в начале уже субботнего дня, шабата Вот, а сегодня, утро, написано был вечер, и было утро, день шестой Вот, это наш такой общечеловеческий день рождения, пятница, шестой день, число человеческое, число шесть Почему? Потому что в шестой день были созданы мы, люди, наши пра-пра-пра-пра-пра, наши пращуры Наши пра-отцы, наш пра-отец и пра-матерь, Адам и Ева Именно в шестой день они были сотворены Прекрасно, 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 все было, слава Богу Вот, и поэтому поздравляю всех вас с таким нашим общечеловеческим днем варенья, да, с днем рождения С днем рождения, happy birthday, Адам, happy birthday, Ева, с днем рождения, родители наши С днем рождения, человеческий род Да, к этому времени, ко дню создания человека уже все было создано Мы читаем это в Библии, удивительным образом все было сотворено, все было создано Вот, и вся эта земля, да, небо, все было сотворено Рыбы, звери, растительный мир, животный мир, все было сотворено уже Вот, земля была прекрасна, невинна, девственна, чиста Вот, и в этом райском саду появился человек Homo sapiens, да, человек разумный Человек говорящий, человек разумный, человек Божий И действительно Бог создал весь этот мир для общения с собой Для вот этого блаженного, благословенного общения И рыбы морские, и растительный весь мир, и животный мир Все было создано для общения блаженного, благословенного общения с Творцом Все творение восхваляет Господа, благодарит Бога Вот, и по сей день это происходит Вот, а наипаче, человеческий род Вот, мы были созданы, люди, человеки Были созданы для вот этого блаженного, благословенного общения с Творцом И со всем его творением Быть в великом таком поручении На этой земле мы созданы, да, и с великой миссией, с великим поручением Пришли на эту землю, слава тебе, Господи Вот, и потом наступил шаббат Да, сегодня вечером будем встречаться седьмой день уже Да, в библейском исчисление В гражданском календаре, значит, пятница это пятый день Значит, да, значит, суббота это шестой день в гражданском календаре А в библейском календаре по-другому В библейском календаре сегодня шестой день творения Божьего И мы знаем, если многие неверующие не знают Даже порой не подозревают, почему именно семь дней в неделю Вот, не проще ли сделать, как делали вот те протокоммунисты Безбожники, значит, атеисты, воинствующие безбожники Времен этого парижского дурдома, такого, да Революции парижской, французской революции Когда решили вообще вот эти сатанисты, по сути, пришедшие к власти Впервые в истории человечества атеисты, ярко отрицающие Бога Пришли к власти, и изначально их приход к власти В отдельно взятой стране, но они хотели на весь мир Конечно, перекинуть свою революцию Вот, грезили тоже мировой революцией Знаете ли, не просто парижская коммуна, не просто там французская революция Им было этого мало, как говорится, королевства маловато Дьяволу нужен был весь мир этот Он хотел вернуть себе былую славу Потому что Иисус отобрал у него всю эту славу, этого мира И помните, Иисус, когда был искушаем, то дьявол ему говорил Что весь этот мир мой, как бы я кому хочу, даю Но Иисус не повелся на это, не купился на эту провокацию Вот, он даже и не спорил с ним Действительно, были у вора власть воровская Его власть была над этим миром Но Иисус не спорил, не торговался с ним Ничего, он просто забрал Экспроприировал, да Как говорится, ограбил награбленное Он, как Робин Гуд добрый, да Взял, забрал вот это награбленное все Вот, и отдал снова человеку И уходя, Иисус сказал Дана не дьяволу теперь вся власть Он сказал Дана мне, говорит, вся власть на небе и на земле Итак, научите этому Расскажите это всем людям Поделитесь доброй вестью Все, теперь не дьяволу вас принадлежит Теперь принадлежит вся власть Господу и нам И это, конечно, удивительная история Но со времен, значит, французской революции Парижской коммуны Дьявол пытался, значит, взять снова мировую власть Ну, в свои руки Вот, и одна из самых таких удивительных историй Времен французской революции Парижской коммуны Это как раз, да Это как раз изменение календаря Революционеры понимали, что пока Семидневная неделя, она ничем другим не объяснима вообще Она общепланетарна, это неделя Она повсеместна, это неделя И она ничем другим не объяснима Как только лишь творением и творцом Как только лишь шестью днями творения И седьмым днем покоя творца Вместе со своим творением Наслаждение того первого райского дня В Эдеме Парадайз, значит Мы как раз воспоминаем Каждый раз, каждую субботу Вот именно То, ту былую славу Райскую славу на этой земле Божью славу в этом мире Сегодня вечером Приготовляемся Сегодня вечером будем Встречать шаббат Субботу Господний день Настраивайтесь, дорогие друзья Приготовляйте свои сердца Сегодняшний день остается уже совсем немного Считанные часы остаются Нашего приготовления Настроить наше сердце Необходимо на самом деле Приготовиться к этому И даст Бог Тогда вечером Сегодня в 6 часов вечера По киевскому времени Добро пожаловать Сделаем встречу Шаббата Вместе У меня с собой Я взял с Киева свечи С собой Зажгу здесь Зажгу свечи А может даже вместе Зажжем Как раз Так вот даже интереснее будет Прямо в прямом эфире Зажгу 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 извиняюсь Зажгу свечи Вот Сок у меня вот есть А может еще сегодня Успеем даже в синагогу заехать Тогда и халу возьму сегодня Ну посмотрим Здесь есть синагога В Кривом Роге В прошлый приезд Я был здесь В синагоге Кстати если вы будете в Кривом Роге Или вы бываете в Кривом Роге То обязательно посетите синагогу Просто умоляю вас Не пожалеете Посетите здесь синагогу местную Традиционную Она не мессианская Она еще не мессианская Она традиционная Ортодоксальная синагога Но Понятно что у них своих там Своих тараканов хватает У нас своих тараканов хватает Значит да Вот но при Почему умоляю вас Посетите синагогу здесь Здесь прекрасный музей, вообще прекрасный музей еврейства, который не только Кривого Рога, как вот этого региона всего, Днепропетровской области, но и вообще Украины. Это потрясающий музей, я не ожидал, честно говоря, в провинции, в Кривом Роге, в такой глубокой провинции, как казалось бы, это же не областной даже город. Вот, значит, это Кривой Рог, да, значит, здесь город рабочих, город, значит, шахт, я понимаю, но я удивился, потрясающий музей, удивительный музей. Я надеюсь в этот раз тоже посетить этот музей, но я скажу с того раза, у меня впечатления были просто, ну, я был, как говорят, у захвата просто, украинец, у захвата. Очень благословлен был этим посещением, надеюсь, что и в этот раз получится. Вот, но если даже не получится в этот раз, то, ну, сегодня, в смысле, то, да, уже, может, на неделе посещу синагогу. Вот, но хотелось бы сегодня, потому что халу хочу купить, сок виноградный, как раз, значит, к шабату, вот, синагогальный, кошерный хочу взять, именно израильский, с Иерусалима. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. А Бог дает нам по нашему сердцу, по желанию нашему сердцу, даже больше, чем мы просим или помышляем о чем. Спасибо тебе, Господь. Да, вот чашу я не взял, у меня здесь вот есть стаканчик такой, есть сок. Моя проскомидия сегодня к Новому Завету, да, значит, размышлению о Новом Завете. Проскомидия, это в православии называется подготовка хлебопреломлению к причастию. Тоже налейте себе соку, если у вас есть сок какой, виноградный, виноградный, нет, так что есть. Или же просто даже воды налейте, я иногда тоже просто воды использую для причастия, хлебопреломления. И хлеб какой у вас есть, сегодня у меня вот лаваш, баревзес, да, армянский лаваш. Благоставляю Армению, благоставляю Кавказ, все народы Кавказа, благоставляю Кавказ в моем сердце. Очень часто в молитве я за народы Кавказа, о духовном пробуждении народов Кавказа. Аллилуйя, спасибо тебе Господь за все, спасибо Боже за все. Вот и, дамы и господа, братья и сестры, надеюсь, мои тоже подключились уже. Да, значит, приветствую всех еще раз, паки и паки, как говорится, снова и снова, еще и еще раз, с Кривого Рога. Доброе утро всем, товарищи, кстати, товарищи, это хорошее слово, библейское слово, просто коммунисты его, атеисты, безбожники, сатанисты, всякие апохабили это слово. А вообще это слово очень хорошее, вот, мы действительно товарищи, да, и Господу, и друг другу, вот, и каждый говорит ближнему своему, крепись товарищу своему, да. В Писании много говорится об этом, интересно очень, но мне очень нравится вот такое обращение, дамы и господа, это действительно, хотя непривычно для многих это слышать порой, мне писали это некоторые братья и сестры, но я не могу это не говорить, потому что, знаете ли, во Христе Иисусе мы не просто друзья, не просто братья и сестры, мы еще и дамы, и господа. Да, Господь, Он действительно господствующих, Господь не рабов, Господь, Он господ господствующих, и во Христе рабом Божьим быть, Божьим слугою, это быть господином и дамой, или господином, да, быть действительно владыкой в этом мире. Слава Богу всемогущему за все, слава Господу за все. И два места Писания выделил сегодня, вот я в начале их сам их обозначил, в самом начале, из Евангелия от Луки 22, 20. Также и чашу после вечера, говоря, и сия чаша, есть новый завет в моей крови, который за вас проливается. Вот, ваше внимание снова обращаю, после вечера это произошло, после того, как уже все было съедено, выпито. Да, они съели целого, там, как говорится, барашка, уговорили, но за столом было, как минимум, там, 13 голодных мужчин, плюс еще, там, хозяин этого дома, тот мужчина, несший воду, там, тот странный мужчина, да, значит, несший воду, за которым проследили и вышли на эту конспиративную квартиру, как раз, апостолы. То есть, уже 15 человек, то есть, еще кто-то наверняка там был еще, то есть, ну, можно предполагать, что довольно большая была компания, хотя обычно картину рисуют Тайные вечери, обычно рисуют просто Иисуса с 12 учениками, ну, как бы, чтобы ничего, не было ничего лишнего, как бы, хотя, я думаю, что картину эту можно исправить, очень даже хорошо исправить, вот, и чем я, собственно, и занимаюсь, как художник еще. Да, слава Богу, и Иисус после вечера, он поднял чашу, это чаша есть новый завет, он сказал, чаша в крови его, чаша его крови, его кровь была еще в нем, его кровь, она была в нем еще, она еще не пролилась на землю. Кстати, сегодня ночью я смотрел видео на иврите, я учу иврит, но, хорошо так не знаю еще, но было очень приятно на иврите посмотреть фильмы Иисус, фрагменты из фильма Иисус, вот, тот старый, я имею в виду фильм Иисус, да, вот. Я даже на фейсбуке выставил, кстати, у себя на странице, прямо ночью не удержался, поделился, думаю, может, кто-то тоже полуношничает, значит, тоже посмотрит, вот, и даже если ты не знаешь иврит, но все равно очень, ну, тексты знакомые, слова-то знакомые все, это евангельское повествование, поэтому, как бы, там все наизусть уже знаешь, да. Просто очень прекрасно увидеть все это и услышать именно, вот, как оно звучало оригинально, потому что Иисус говорил, ну, не на русском, не на английском, да, Иисус говорил на своем родном еврейском языке, обращался к Богу, как к своему отцу Авва, Авину, 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 Авину Малкейнум, Шеба Шамайим, Отец наш, да, Царь, Который на небесах, Аллилуйя, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе. Вот, и Дух Святой, поселяясь в нас, Он взывает Авва, Отче, то есть Папочка, Папа, Папуленька, Отец, и сегодня вот фрагмент, который я выставил тоже на, сейчас посмотрю, кстати, он должен быть здесь сейчас, так, есть, есть, на Фейсбуке, вот сейчас захожу на Фейсбук, на свою основную страницу, да, приветствую, кто там и тоже с Фейсбука смотрит, сейчас перешел, Я на Фейсбуке трансляцию сейчас не веду, но, значит, приветствую тех, кто, друзья мои, фейсбушные, с Фейсбука, да, вот здесь место из писания обозначено как раз, Иешуа Тиви, есть такое, израильское, ну, ивритоговорящие, будем так вот правильно говорить, да, Иешуа, Иешуа Хай Тиви, Иешуа Хай Тиви, или Иешуа, да, Тиви, Иешуа Хай Тиви. То есть Иешуа жив, Хай, да, Хай, жив, значит, от Авину, Хай мы поем, да, вот будем сегодня вечером петь, от Авину, Хай, Авину, Отец, значит, наш Отец живой, от Авину, Хай, слава Иисусу, Хай, Бог благословит вас, амен, аллилуйя. Кстати, вот тоже Хай, в украинском тоже Хай используется, да, Хай, ну, это как бы, это как бы пусть или, ну, да, еще в русском, еще да, да, благослови, да, пусть Бог благословит, имеется в виду, Хай, Бог благословит вас. Вот, а в еврейском Хай, значит, живой, или живет, живет, Хай, Иешуа Хай Тиви, вот, и я поставил как раз это вот на своей странице. Шалом, Сережа, приметы и стула, шалом всем святым, братьям и сестрам во Христе, аллилуйя, Иночка, аллилуйя, братики, сестрички, все-все, вот, приветствую сейчас свою супругу, приветствую всех, кто подключился, приветствую во имя Господне, вот, всех детишек. Кстати, на Фейсбуке я тоже поставил здесь и фотографии, о, надо же, здесь столько много у меня, кажется, уже комментариев, мазальтов, а, слава Богу. Хорошо, перехожу снова на Ютуб, да, приветствую на Ютубе, значит, супругу свою, драгоценную, Ину Сергеевну, благословляю наш дом во имя Иисуса Христа. Да, приветствую, хорошо, что мы можем так вот через интернет, вот, вместе даже принимать причастие, совершать такое служение, да, значит, приветствую всех детишек наших, да, приветствую и внуков наших, котов наших, всех наших, приветствую, слава Богу. Вот, и благословляю вас всех, всех, кто подключился, подключается, сейчас, кто в сети сейчас, да, и кто потом будет видео смотреть это уже в записи. И, умоляю всех сейчас, вот, внимательно, вот, послушать, дело в том, что Новый Завет, это удивительное таинство, это таинство Бога, Новый Завет в крови Иисуса Христа заключен, Новый Завет в крови Господа Иисуса Христа, через кровь Иисуса Христа. И даже для этой трансляции я на Ютубе обозначил, как раз, эти слова, Новый Завет через кровь Иисуса Христа. И, как раз, на иврите тоже надпись, Новый Завет, перевожаю, переводящийся как. Святая Диченко, шалом, благодать и мир умножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Аминь, аминь. Вот именно, пусть умножится это познание. И в сегодняшнем причастии в Евхаристии пусть умножится это познание. Слава Иисусу Христос, шалом, народ Божий, пишет Роман, да, аминь, аминь, аминь. Благословение всем вам, друзья. Вот, и второе местописание, это тоже выше я обозначил, как раз, 1 Коринфянам 11, 25. Также и чашу после вечера, Павел пишет, да, и сказал, сия чаши есть Новый Завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Знаете ли, я отношусь к этому буквально даже, чтобы я не пил, значит, хоть кока-колу, хоть просто воду, хоть, значит, там, значит, газировку какую-то, там, что угодно. Любую жидкость, да, значит, выпиваю, значит, я перед тем, как обычно, по нашей такой древней еврейской традиции благоставляю Бога, благодарю Бога за все. Вот, значит, и как раз благодарю, присвокупляю еще такое новозаветное такое слово и говорю, благодарю Тебя за Новый Завет в крови Иисуса. Вот для меня, всякий раз, когда я пью, я действительно, для меня это жизнь Христа, для меня это кровь Христа. Всякий раз, когда ем, хоть это борщ, хоть пицца, хоть что угодно, для меня это, для меня это приобщаться плоти, крови Христа и тела Христа. И особенно, когда это совершается вот именно вот так вот, как сейчас, когда я имею возможность именно отдельно выделить это, как отдельное служение. Вот у меня здесь армянский лаваш. Идем, что посмотри. Здесь, слава Богу, вот братья, сестры позаботились, вот к моему приезду, вот, значит, и вот оставили мне здесь, положили новый запечатанный армянский лаваш пресный. Вот, и для меня это не просто лаваш, сейчас я молюсь как о теле Христа, как действительно, как будто бы, вот, я тогда, 2000 лет назад вместе с учениками и с нашим учителем сижу за тем столом. Ну, знаете ли, и действительно, кровь Иисуса Христа, она была в нем еще, кровь Иисуса Христа была в нем, она не была пролита тогда, когда Иисус говорил это еще, да, действительно так оно и есть. Значит, значит, фактически кровь была в нем, она не была еще пролита. Она начала проливаться, когда, помните, да, сразу после этого, сразу после того, как, вот, ну, было совершено это таинство, будем так говорить, кровь его начала проливаться. Вот, и самое первое пролитие крови его, вот, сегодня я выставил как раз это видео на фейсбуке, было во время молитвы в Гефсиманском саду, когда его пот капал, как кровь. Его пот, как капли крови. И там это, в фильме это было показано очень так вот, драматично, очень так вот, сильно, конечно, очень сильно. Вот, и я сегодня вот ночью смотрел, когда это, эти фрагменты на иврите, вот, очень, так, довольно эффектно, очень зрелищно, когда смотришь подобные кадры на иврите, подобный фильм смотришь именно, вот, на, как бы, языке оригинала. Я имею ввиду, ведь Иисус молился на своем родном еврейском языке, да, на родном еврейском языке. Еврейский я выучил только за то, что им говорил сам Машех, сам Мессия, сам Христос, мой Спаситель. Много языков есть в этом мире, и каждый язык прекрасен по-своему, каждый язык он доносит удивительное богатство, удивительное вот это вот Богом данное, да, богатство души человеческой. Но есть среди такого огромного количества языков в этом мире, есть язык, который доносит душу Бога, удивительно. Языки человеческие, да, языки ангельские, они доносят то, что в душе, будем договорить, человеков или ангелов. Но язык библейский, именно иврит, именно иврит, он доносит, и, конечно, доносит душу еврейского народа, но душа еврейского народа и в языке, и в религии, и в культуре, во всем, настолько сильно переплетена со Всевышним Богом, что диву даешься. Конечно, во всех народах есть некоторое такое переплетение божественное с божеством, но с ивритом ничто не сравнится вообще. Вот, поэтому, дамы и господа, конечно, учите иврит, просто умоляю, просто Христом Богом заклинаю, учите иврит. Это очень важно, очень важно. Вот, и хотя бы термины, вот эти библейские термины, основные термины, надо их знать. Вот, и, ну и на небесах, чтобы дураком не быть, шутка, конечно, это. Хотя в каждой шутке есть доля шутки. Как в том, да, старом советском анекдоте по этому поводу есть тоже, по поводу еврейского языка. Да, когда Марка Абрамовича спросили, зачем он учит и еврейский, он сказал, ну вот, чтобы, если все-таки что-то есть, да, и попадут на небеса, то, да, хорошо, друзья. Вот, и Новый Завет, да, начал исполняться тогда. Вообще, Новый Завет Бога, Божий Новый Завет, если, значит, вообще говорить о Завете, то обычно мы говорим о Завете каком? О Завете, когда человек что-то делает и Бог что-то делает. Бог что-то делает и человек что-то делает. Вот, обычно, когда мы говорим о Завете, то мы имеем в виду именно вот подобное. Но Новый Завет не такой. Новый Завет, он совершенно новый, абсолютно новый. Здесь нашего ничего, здесь все Божье. В любом Завете было частично Божье, частично человеческое, вот, значит, но большей частью, конечно, Божье, ничтожно мало человеческое, но все-таки что-то человеческое было в Заветах, прежних Заветах. Что касается, особенно, жертвы, допустим, да, жертв, то Новый Завет, он совершенно новый. Совершенно новый, какого никогда не было в истории человечества. И не может быть вообще подобного. Не может быть подобного Тебя. Господь, спасибо Тебя. Нет подобного Тебе, нет подобного Тебе, аллилуйя, аллилуйя. Мое сердце Тебе отдаю, Иисус, люблю Тебя. Нет подобного Тебя. Нет подобного Тебе, Господь, мое сердце Тебе отдаю, Иисус, люблю, я Тебя люблю. Новый Завет, там только Божье, ничего человеческого нет. И то, что мы отдаем свое сердце, отвечаем своей взаимностью на его взаимную любовь, на его безусловную любовь, это великое благо. Это лишь приобщение к этому Новому Завету. И даже там многие вещи, которые мы называем тоже вступлением в Завет с Господом, водное крещение, там насчет причащения, там многие другие вещи, которые мы называем, какие-то молитвы, клятвы наши. На самом деле, есть Ветхозаветное представление. А есть Новый Завет. Новый Завет – это Бог. Это сам Господь Бог. Там ничего человеческого нет. И кровь Завета была Его кровь. Все. Потому что, спасибо тебе, Господь, спасибо, 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 святой. И там, в Гефсиманском саду, Иисус, Он, молясь, истекал уже кровью, уже начал кровоточить. Кстати, я читал, ученые, медики говорят, что бывает такое в моменты крайне-крайне сильной напряженности, эмоциональной, физической. Вообще, у человека бывает, выступает пот, как кровь. Я не знаю, я не видел такого никогда. Вот только в кино видел, когда Иисуса показывает, там, да, допустим. Вот, но я доверяю вот этим ученым, да, действительно. Если и было наивысшее такое эмоциональное напряжение в человеческом роде, да, люди наверняка и сейчас что-то переживают такое наивысшее, да. Но самое наивысшее переживание эмоциональное из всех наивысших переживаний, и самое-самое-самое переживание – это было в жизни Иисуса. Еще до Креста Он уже обливался кровью. И кровь Его уже падала на эту землю. А затем Он был избиваем, Он был обрубан, был оскорблен, унижен, избит, жестоко избит, истекал кровью. Он нес крест, потом Он на Кресте, Его кровь вся слилась, изливалась из Него, проистекала из Него. Вот, и Он умер на Кресте. И чтобы удостовериться, точно ли Он умер, потому что многие люди, большинство людей обычно гораздо больше страдают по протяжению времени. Но количество времени на Кресте Иисус не так много страдал. Но качество Его страдания, если можно так выразиться, глубина Его страдания неизмерима. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. И ранами Его мы исцелились. Библия говорит об этом. Я говорю об этом сегодня всем вам, братья и сестры. Потому что кровью Иисуса Христа, телом ломимым Его, кровью Агнца Божьего, я спасен. Я спасен. Я исцелен. Я благоставлен кровью Иисуса Христа, Агнца Божьего. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Господь, за все. Благодарю Тебя, милостивый. Бог святой, истинный. Благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо. Боже. И принимая причастие, принимая хлеб Божий, я понимаю, что, Господь, Новый Завет – это Твой Завет. Новый Завет – это действительно Новый Завет, который Ты заключил, Боже, с домом Иакова и с домом Израиля. Ты заключил, Господь, Боже, с домом Иуды. Новый Завет, Господь, потому что Ты лев от колена Иуды, Господь. Ты настоящий Иуда. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Славящий Господа. Благодарю Бога Всемогущего. Возьмите себе хлеба, друзья, дамы, господа, братья и сестры. Возьмите себе хлеба. Спасибо, Боже Всемогущий. Спасибо Тебе за все. Помолимся, друзья. Нет подобного Тебе Нет подобного Тебе Мое сердце Тебе отдаю Иисус, люблю Тебе Иисус, люблю Тебя Нет подобного Тебе Нет подобного Тебе Мое сердце Тебе отдаю Иисус, люблю Тебя Я Тебя благодарю За все, за все благодарю, Господь Иисус, люблю Тебя Новый Завет Новый Завет через кровь Иисуса Христа Новый Завет, бритха дыша Новый Договор Бога Со всем человеческим родом Его роспись стоит Его роспись в этом Новом Завете Спасибо Тебе, Господь Спасибо Тебе, Господь Благодарю Тебя, Боже Всемогущий Благодарю Тебя Слава Тебе за все Аллилуйя Благодарю Тебя, Господь В этот шестой день Да Боже, благодарю Тебя Парижские коммунары Французские революционеры Тогда сатанисты Пришедшие к власти Хотели Изменить И даже изменили Как они считали календарь Семидневного на десятидневный Да, и праздновали Десятидневку Десятидневная неделя Оказалась по-человечески Более оправдана Логична Проста Боже Но Те безбожники ушли В прах Из праха И в прах ушли Но, Господь, Ты жив Во веки И семидневная неделя Она Жива Потому что действительно Это Не человеком Придуманное И не человечеством Эволюционно Как-то Домысленное Нет Это Твое Шесть дней Ты сотворил Весь этот мир И вот сегодняшний шестой день Творения Мы вспоминаем Наш день рождения Наших пращуров Наших праотцов Адама и Евы Благодарю Тебя, Господь За нового Адама И новую Еву Благодарю Тебя, Господь Наш Адам Новый Адам Это сам Иисус Христос Иешуа Машиах Новый Адам Кровь Нового Адама Во мне ДНК Нового Адама Во мне Иисуса Христа Родословие Нового Адама Иисуса Христа Во мне Мои И будущее Нового Адама Это Мое Будущее Новый Адам Сейчас здесь Иисус Христос Я и Отец Одно Спасибо Тебе, Господь Спасибо Тебе, Господь Мой брат Мой Царь Благодарю Тебя, Господь Иисус Христос За Новый Завет В крови Твоей Благословен Ты, Царь Бог Великий Бог Всемогущий Давший нам хлеб из земли И давший нам хлеб с небес Иисуса Христа, Праведника Господа и Спасителя нашего Благословен Господь, Бог наш Давший нам Новый Завет В крови Иешуа Машиаха Иисуса Христа Спасибо Тебе, Господь Аминь Тело Христово Примите, братья и сестры Источника бессмертного Вкусите Аминь 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 Спасибо Иисус Спасибо Спасибо Классно Спасибо Спасибо Лехаем За жизнь За жизнь всего мира Ты отдал свою жизнь, Господь Лехаем Жизнь От Авину Хай Ам Израиль Хай Иешуа Хай Аминь 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 Я и Отец Одно Спасибо Господь Спасибо Мой Отец Спасибо Творец Неба и земли Всего видимого И невидимого Я Твой Сын Навеки Твой Благодарю Тебя За спасение За Новый Завет В крови Брата Моего И друга Моего Господа И Спасителя Моего Иисуса Христа Праведника Ибо Един Ты Бог И един посредник Между Тобою И всем Человеческим Родом Человек Христос Иисус Предавший Себя Для искупления Всех Путь Истина И жизнь И ни в ком Другом Нет спасения Ибо нет Другого Имени Под небом Данного Тобою Нам Людям Господи Божий Всемогущий Которым Надлежало бы Нам спастись Которым Я спасен Которым Мы спасены Которым Спасаемся Спасибо Тебе Господь за все Благословен Бог наш Аминь Нет подобного Тебя Благоставляю вас Братики Сестрички Дочечки И сыночки Небесного Нашего Папочки Благоставляю вас Во имя Господне Во имя Иисуса Христа Да благоставит Тебя Господь И сохранит Тебя Да призрит На Тебя Господь Светлым Лицом Своим И помилует Тебя Да Обратит Господь Лицо Своё На Тебя И даст Тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь 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 Аллилуйя Спасибо Тебе Господь Спасибо 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 Миллион раз Спасибо Просто бесконечное Спасибо 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 Благоставляю вас Братья и сестры Дорогие друзья Бог Да Пребудет с вами God be with you Бог да Пребудет с тобой Вот И Благоставляю вас Во имя Господне Из города Кривой Рог Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлёв Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Киевская Архиепископия Мир Всем вам И благодать Доумножится Вот И Дамы и господа Сегодня вечером Подключайтесь В 6 часов вечера По киевскому времени Встретим Вместе Шаббат Ну и Кто не сможет Подключиться Вечером Заранее Шаббат Шалом Готовьтесь К субботе Пусть Бог благоставит До встречи Да Аллилуйя С Богом Благоставляю всех вас Нет Подобного Продолжение следует... Продолжение следует...